Одно можно сказать точно. В соревновании за звание мусорной столицы наш город, если бы и не одержал победу, то в финале был бы определённо. Вот он, неприятный, дурно пахнущий, а к годовщине мусорной революции в Саратове ещё и тлеющий спутник нашей жизни. Горящий полигон бытовых отходов в Энгельсе ярким светом озарил проблемы с вывозом и утилизацией городского мусора и заставил задаться вопросом – за что мы платим, если мусорная неразбериха в городе продолжается? К тому же последствия пожара не прибавили плюсов мусорной реформе. Так, специалистами Росприводнадзора было обнаружено многократное превышение вредных веществ в близлежащих к мусорному полигону населённых пунктах. В посёлках Пробуждение и Коминтерна зафиксировано превышение бензола в воздухе в 9,3 раза, окиси углерода в 2. Говорить о влиянии подобных пожаров на здоровье человека и экологическую ситуацию в целом специалисты профильного министерства отказались. Да и в Роспотребнадзоре, сославшись на прокурорские проверки, общаться с нашей съёмочной группой не пожелали. По мнению экспертов, общественников и депутатов, городская мусорная реформа, кроме повышения тарифов, не улучшила ситуацию с отходами. Зимний мусорный коллапс, затянувшаяся замена старых контейнеров на новые, неудобные мусорные площадки, эксперимент с раздельной сортировкой отходов, пожар на полигоне в Энгельсе и вечный спор о том, что должен убирать региональный оператор, а что город. По сути, к годовщине Саратовской мусорной революции мы имеем больше вопросов, чем ответов. Мне кажется, есть системная ошибка. Законодатели, которые не дали чёткое понятие тому, что является бытовым мусором, как он теперь называется, ТКО, ТБО, возле каждого мусорного бака лежит куча листвы, веток. Причём это не решается уже длительное время. И получается, что мусор разделили на федеральный, который выводит, вот эта федеральная компания, оператор или областной, я не знаю, и муниципальный. Вот этот не вошедший, неузаконенный мусор, его оператор, рекоператор просто не вывозит. И получается, мы платим дороже за то, что вывозили в одно место, платим за это. Удорожение есть. Второе, мы платим за то, что его там каким-то образом особые ритуалы производят с этим мусором, значит, сортируют, значит, захоранивают или что-то ещё с ним делают, значит, стало дороже. И плюс мы ещё вывозим свой мусор, вот этот вот, который они не считают мусором своим. Помимо заметного увеличения в платёжках, не увидели жители, пока на сегодняшний момент, хотя прошёл год, то улучшение, которое должно они увидеть. Если платить стали больше, то и улучшения должны быть. Нет стопроцентного охвата по заключенным договорам, которые они говорили, что они произведут. И третье, это раздельный мусор, раздельный сбор мусора. Люди обычно говорят, мы готовы раздельный мусор на 10, на 5 фракций делить и выносить. Ну, какая нам поблажка будет от этого? Если будет поблажка финансовая, если они будут меньше оплачивать, это, конечно, хорошо, люди будут к этому идти. Но если сумма станет та же самая, люди скажут, зачем нам это? И ещё немаловажный вопрос, который у нас на каждой встрече люди задают, говорят, что мы хотим всё-таки перейти на подушевую оплату, потому что есть квартира, мусор для же кто у нас? Не квартира, а мусор для человека. Не совсем ясна суть пилотного проекта по раздельной сортировке мусора. Так, в Волжском районе часть площадок оснастили контейнерами для сбора пластиковых бутылок. Но машины рекоператора вновь смешивают отходы. Оказывается, вся эта пластиковая история на данном этапе носит сугубо воспитательный характер и обращена гражданам. Вы, мол, научитесь сортировать мусор, а уж потом появится специальная техника с раздельными контейнерами. Ещё один мусорный эксперимент мы обнаружили в самом центре Саратова на улице Яблочково. Здесь, на этой неделе, вдруг исчезли мусорные контейнеры и появилось грозное объявление о том, что вывоз мусора будет осуществляться бестарным способом в строго отведённое время. Один час утром, когда все на работе, один час вечером, когда большинство людей уже отдыхают. За нарушение вышеперечисленных указаний предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Естественно, что за несколько часов на месте контейнеров стала расти мусорная свалка, при этом никакой информации о причинах подобного эксперимента не поступало. Не улучшает ситуацию и летний переполох со спорами о том, кто должен вывозить скопившиеся по всему городу зелёные ветки. Об этом нам рассказал саратовский мэр Михаил Исаев. На сегодняшний день не урегулирован вопрос по вывозу крупногабаритного мусора в виде веток обрезки деревьев. Мы ведём и переговоры с областными депутатами, и с региональным оператором, и с тарифорегулирующим органом. Кто всё-таки должен это вывозить? Потому что если к одной точке будет приезжать сначала одна служба, потом будет приезжать какая-то городская служба, чтобы пониманием было, чтобы городская служба подъехала на 2500 точек каждый день, мне нужен парк спецтехники. Два предприятия у нас, МБУ, которые занимаются благоустройством, уборкой города, всё вместе взять и ещё больше. Это, конечно, новый МУП, это другие затраты, это колоссальная работа и мощное предприятие. Поэтому мы на сегодняшний день, и наша позиция, что это крупногабаритный мусор, необходимо ещё раз пересмотреть, собравшись вместе, пригласить там надзорный орган, прокуратуру, посмотреть, что, и вернуться к вопросу тарифорегулирования, может быть, он там, или довнести туда. Разночтение идёт, федеральный закон. Мы этой работой и занимаемся, мы с этим сталкиваемся каждый день. Подводя итоги первого года мусорной реформы, депутат Саратовской областной думы Леонид Песной несколько раз произнёс фразу «на ошибках учится» и честно рассказал о пробуксовке мусорных преобразований. Если сказать не лукавя, могло быть лучше. И с точки зрения состояния площадок, ничего мы не увидели нового по их оборудованию, по ограждению. Да, баки там меняют, да, где-то пилотный эксперимент по воспитанию у нас к раздельному сбору мусора, хотя я опять же сказал, что раздельный сбор мусора начинается с нашей кухни. Это там должно два ведра стоять, а не два бака прежде всего. А большинство населения говорит, у нас в августе месяце промежуточное подведение итогов, прежде всего это проверка объёма накопления, снятие показаний компьютеров по учёту ТКО на заводах, значит, мы должны общественности сказать, вот был расчётный показатель, вот он или подтвердился, или не подтвердился, это вопрос номер один. У нас вопрос повторного изучения удельного веса кубометра, значит, то, что поступает много жалоб, именно ценообразование завязано, тонны и кубы, значит, и ещё ряд вопросов, которые накопились. Не секрет, что по качеству жизни мы здорово отстаём от Европы, в том числе и по части переработки отходов. И пока мы тушим пожары на мусорных полигонах, во многих европейских странах давно научились извлекать полезные доходы из отходов. Одна из главных достопримечательностей Вены – мусоросжигательный завод. 90% поступающих сюда отходов идут на новое производство. Предприятие вырабатывает электроэнергию, снабжает теплом десятки тысяч домов в австрийской столице, обслуживает системы охлаждения местного госпиталя. В плане разумной переработки мусора впереди планеты всей – Япония. Отходы применяют здесь не только для производства различных отделочных материалов, но и для создания искусственных островов. На одном из них, в Токио, сейчас возбудят спортивные объекты для летней Олимпиады 2020 года. Ну а сама японская сборная будет одета в форму, которую изготовят из отходов пластика. Впрочем, этим уже никого не удивишь. Первая линейка спортивной одежды из бывших бутылок появилась еще в 2010 году. Кстати, в Японии незаконный выброс мусора – уголовное преступление. Карается лишением свободы на срок до 5 лет или штрафом до 10 миллионов йен. По нынешнему курсу почти 6 миллионов рублей. Для расширения территории мусор используют и в Сингапуре. Отходы измельчают в пыль, которую затем помещают в контейнеры на дне моря. Остров пока небольшой, но уже покрыт зеленью и кустарниками. Швеция сжигает мусор, чтобы получить электрическую и тепловую энергию. В стране действуют 32 электростанции, которые обеспечивают топливом за счет переработки отходов. Такуда стали нам рано или поздно победить мусор и приблизиться в плане его утилизации к продвинутым странам? Или по-прежнему будем ограничиваться лишь повышением тарифов и упованием на совесть рекоператора? По мнению того же Леонида Песнова, в лучшем случае через пару лет у нас появится дорожная карта, а попросту план развития отрасли. А пока остается лишь мечтать о тех временах, когда мы перестанем отравлять себе жизнь токсичными свалками и удобрять землю химикатами.